Итоги уходящей среды Как это было? Нулевой травматизм. Специалисты сферы ЖКХ провели выездной семинар по охране труда. Все мы работаем на то, чтобы сократить число травмированных. Кому показали мастер-класс. Застывшие мгновения войны. В город прибудет поезд победы. Пропуск для посещения состава будет осуществляться по пригласительным билетам. Какой вагон пробирает до дрожи. А также президентский прием, потребительский кредит и безопасное дно. В Беларуси появилась карта разрешенных мест для купания. Что там указано? Студенты, подающие надежды, лучших выпускников университетов накануне пригласили в столицу. На празднике, как и всегда, присутствовал президент страны. Республиканские баллы организаторы посвятили белорусской истории и культуре. Неповторимая атмосфера, красота и романтика. Парни и девушки по традиции торжественно попрощались с Альма-Матер. Впереди важный период. Из молодого специалиста превратиться в профессионала своего дела. Лучшие из лучших преподавателей и выпускники получили из рук главы государства благодарности. Самое главное, что хочется пожелать вам сегодня – будьте счастливыми. Человек счастлив, когда он занят любимым делом, видит результаты пользу своего труда, когда рядом единомышленники, когда хочется идти на работу и бежать в конце рабочего дня домой. Когда родные и близкие здоровы и счастливы. Особенно здоровы, если ваши дети. Пусть все это будет в вашей жизни. Убежден, что вы хорошо знаете, чего хотите добиться, до каких высот добраться. Но помните одно – делайте это на родной земле. Некоторые из вас думают, там легче и лучше. Лучше учитесь на чужих ошибках. Те, кто там, спросите у них, как им там. Потом делайте свои шаги. Несмотря на праздничный антураж, Александр Лукашенко говорил с молодежью на важные темы. От профессионализма вчерашних студентов будет зависеть устойчивость нашей экономики. Любовь к родной земле, бережное отношение к традициям и исторической памяти станут не просто залогом сохранения нации, но и усиление роли Белоруссии в глобальном диалоге. Город воинской славы. Бобруйск отмечает 635-летие и 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Праздник со слезами на глазах. По традиции венки и цветы возлагают к мемориалам и братским могилам. Минутой молчания вспоминают каждого героя. Ольга Васенда о войне и победе. На календаре 29 июня. Этот день Бобруйск встречает на площади Победы не случайно. Дата отражает и события 1944-го. Освобождение города от немецко-фашистских захватчиков. У подножия памятника танка на могиле генерала Бахарова десятки венков, охапки роз и гвоздик. Рядом пятиконечная звезда из живых растений. Военные отдают честь, гражданские поклоняются тем, кто сражался за мирное небо. Мы благодарим наших дедов, прадедов за это мирное небо, за то, что мы можем трудиться, за то, что мы можем воспитывать своих детей, внуков, правнуков. За это им огромное спасибо. Поздравить город на Березине 635-летием приезжают и гости из страны-соседки. Представители администрации районов Ярославской области, офицеры России, Чернобыльской и Афганской, других общественных организаций. Всего 40 человек. В рамках международной акции «Вахта памяти» глава делегации передает председателю горосполкома горсти земли из могилы родителей Павла Батова. В годы войны генерал-майор освобождал Бобруйск. Мы посещаем эти места захоронений, отбираем горсть земли с мест захоронения, где захоронены наши земляки, и привозим к себе на родину. И там в торжественной обстановке создается общий мемориал, куда мы частичку этой земли, в том числе и с Бобруйска, которую нам сейчас передаст глава города, привезем и захороним. Затем торжественное открытие памятника жертвам Холокоста «От жизни к жизни». Его изготовили из камня, металла и бетона. Красная плитка символизирует горькую историю военных лет. Черные балки погибших людей. А звезда Давида – возрождение еврейской жизни по всей Беларуси. Внизу на скрижалях небольшой рассказ. Повествование изложено на русском, белорусском и английском языках. Он говорит о том, что с одной стороны мы слезы спускаем по смерти многих людей, идет речь о многотысячных, миллионах людей, которые погибли во время войны. А с другой стороны мы говорим о новой, свежей звезда. Каждый человек должен смотреть о том, не так, как он страдает сейчас, а как он видит будущее намного лучше. Поэтому звезда по-новому ожила. Дальше по программе диалоговая площадка. Здесь гости общаются с представителями общественных организаций, пионерской дружины имени Батова и учащимся патриотических классов. Главной темой становится любовь к родине. После посещают краеведческий музей. В частности, выставку, посвященную геноциду белорусского народа в период оккупации. Мой дед пошел в Центральном Белорусском фронте, освобождал Варшаву, брал Германию. И эта история неразрывно связана с событиями, которые происходили на ваших землях. Нам очень трепетно было именно в эти дни приехать в Республику Беларусь, потому что отмечали Дни освобождения городов. 78 лет. Ключевой момент – передача личного дела героя Советского Союза Павла Батова. Теперь оно займет свое почетное место в городском музее. На 160 страницах содержится полная биография военачальника – от частной жизни до службы в рядах Красной Армии. «Привите, пожалуйста, этот документ от нас, ременцев, и мы доложим, что он надежный. 635-ю годовщину горожане встречают в молодежном парке. Подарок от творческих коллективов – зажигательные песни и танцы. Тут же мастер-классы от ГАИ, МЧС и Гургаза. Спортивные состязания и интерактивные игры не оставляют никого равнодушными. Отовсюду звучат слова поздравления в адрес малой родины». «Любимый город, с праздником тебя! Оставайся такой яркий, солнечный, зеленый и полон детских улыбок». «С днем рождения, Бобруйск! С днем рождения, любимый город!» Бобруйская крепость, дом Купчихи Кацнельсон, водонапорная башня, социалка, бобёр, Свято-Никольский собор, синагога, костёл непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии и дом Тетрис – всё это про него. Однако наш край богат не только историей. В 2021-м Бобруйск признан лучшим в Могилёвской области по социально-экономическому развитию. Такое звание подтверждает уже известный факт – город растёт и развивается с невероятной скоростью. Продолжаются выпуски и отгрузка качественных товаров-брендов, востребованных на разных континентах. Строятся новые многоэтажки и целые микрорайоны. Возводятся социальные объекты – школы, детские сады и спортивные комплексы. И это только начало. Ольга Васенда, Максим Кемпель, Максим Галеонко, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. От слов к делу. В Бобруйске прошёл выездной семинар по охране труда в сфере ЖКХ. На повестке дня – нулевой травматизм. Это новый подход к организации профилактики, который объединяет три направления – безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства. В зале – руководители предприятий, инженеры, главные специалисты. Все мы работаем на то, чтобы сократить число травмированных на производстве, не допускать работников к выполнению работ без применения средств индивидуальной защиты, снижению рабочих мест с вредными и опасными факторами. Вот это основные тенденции. Дальше – практические занятия. Мастер-класс по безопасной эксплуатации триммера, рециклера, трамбовки и бензопилы. Уделили внимание здесь и экипировке рабочих. Специалисты уверены – выполнение всех правил безопасности – залог нулевого травматизма. Белорусские экспортеры, потребительский кредит и белые ночи. Минск и Санкт-Петербург свяжут дополнительный поезд. На какие числа планировать вояж? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусским экспортерам упростили ведение бизнеса. Указ подписал президент. Документ предлагает создание лучших условий для тех, кто поставляет свою продукцию за рубеж с привлечением транспортно-экспедиционных компаний. Они получили возможность заключать договоры без проведения тендеров. Белорусбанк возобновил выдачу кредитов потребительского до пяти лет и на оплату обучения. Имеющие счета в белорусских рублях клиенты могут оформить овердрафтный займ, срок предоставления – два года. Погасить его, возможно, за 12 месяцев, а размер процентов – 21. В республике появилась карта разрешенных мест для купания. Она охватывает территорию всей страны. Здесь отмечены пляжи, на которых дежурят спасатели, где обследовано и очищено дно. Оборудованы кабинки для переодевания, а также есть буйки, за которые нельзя заплывать. Сертификаты ЦТ абитуриенты смогут забирать с 14 июля за сдачу тестирования в резервные дни с 21 числа. При этом результаты с личными данными и количеством набранных баллов будут храниться в пунктах проведения по 31 декабря. Их можно использовать для поступления в следующем году, если не получится пройти по конкурсу в нынешней приемной компании. Минск и Санкт-Петербург свяжут дополнительный поезд. Курсировать он будет в период белых ночей. Из белорусской столицы состав отправится 30 июня в 19.15. В обратном направлении 3 июля в 14.26. О стоимости билетов и графики движения можно узнать на официальном сайте БелЖД или с помощью мобильного приложения. Сезонное закаливание. Бобручанам продолжают отключать горячую воду. С 4 июля гидравлические испытания пройдут на Минской, Красноармейской, Пушкино, Советской, Карбышево, Апермана, Войково, Октябрьской, Гоголя, проспекте Георгиевском и прилегающих улицах. В сроках возможны изменения. С подробным графиком отключения можно ознакомиться на сайте Бобруйского горысполкома. Работы будут продолжаться все лето. Закончить их планируют к 24 августа. Путь от начала войны до победы. В Бобруйск в четверг прибудет передвижной музей. В экспозиции 9 вагонов. Каждый посвящен определенному этапу Великой Отечественной. Мирные дни и стены Брестской крепости, узники концлагерей и скаличенные в боях солдаты. Здесь установлено полсотни видеопроекторов и 18 видеосцен, которые помогают сполна ощутить все события. Некоторые настолько натуралистичны, что посещение рекомендовано с 12 лет. Пропуск для посещения состава будет осуществляться по пригласительным билетам. Поезд будет располагаться на вокзале станции Березина. Время работы экспозиции с 10.00 до 20.00, с перерывом на обед с 14.00 до 15.00. Время посещения одного вагона составляет 5 минут. Общее время посещения состава 45 минут. Кроме того, все желающие могут совершить виртуальный тур на сайте проекта. К слову, поезд Победы путешествует по белорусским городам уже во второй раз. В прошлом году экспозицию посетили около 25 тысяч человек. В этом конечной точкой маршрута станет столица. Завершится тур в День независимости. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Риан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok